Ну вот что кушаю, 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 если кушаю, а то иногда и как голодаю. В основном хлеб черный с чаем. Костромской пенсионер Владимир Дубровский вот уже несколько месяцев живет впроголодь. Ест только хлеб и пьет воду. Львиная доля его небольшой пенсии уходит на покошение кредита. Займ в одном из городских коммерческих банков он брал не на бытовые нужды. Доктор философских наук, физик, чьё имя занесено в энциклопедический словарь «Философы России» 19-20 столетий, автор 150 научных и учебно-методических трудов, никогда не стремился к материальным благам. На что никогда не жалел денег, так это на книги и путешествия. Два года назад, несмотря на свой преклонный возраст, сейчас ему 87, Дубровский собрался на Всемирный конгресс Фафины, чтобы представить научному сообществу свой новый доклад «Законы философии любви». Вроде бы странный доклад, никто об этом никогда не думал, а возникли мысли некоторые, и вот я выполнил работу. Я всю жизнь, так сказать, работал. Чтобы денег хватило на проезд, проживание и костюм, выглядеть надо было достойным, профессор взял кредит, условия которого для одинокого пенсионера, да и не только для него бы, оказались практически невыполнимыми. За 250 тысяч займа отдавать приходится почти 500. Но профессор никого не винит, живет по принципу. Главное – возвращать долги вовремя. Еще мне осталось 3,5 года. Плачу ежегодно 8 с лишним тысяч. А пенсия у вас какая? А пенсия… 12. А вы платите коммунальность? А как же? Это у нас все платят. А на как что вы кушаете? Ну, вот что кушаю, 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 если кушаю, а то иногда и голодаю. В основном хлеб черный с чаем. Я, так сказать, хлеб-то белый уже давно не пробовал, потому что нет денег. У меня никогда в жизни нет денег. Почему? Вы же работаете. Я работаю на научной работе. И все деньги уходят. Вот у меня сколько книг. И вот здесь у меня и ноты, у меня музыка классическая. Пах, Моцарт, Глинка, Шнитке. Домашняя фанатика профессора Дубровского насчитывает более трех тысяч виниловых пластинок с записями классической музыки. И столько же книг. Физик и лирик Дубровский убежден во многих преимуществах бедности перед богатством. Всю жизнь он стремился быть в потоке современной науки. И раньше ездил по российским городам, в страны Европы, США и Южную Корею представлять свои научные труды. Ну, я в Штаты ездил. Я и тратил тысячу долларов. Это много. Ну, так раньше было дешевле ехать, чем сейчас. А потом я хотел ехать в Штаты. Ну, чтобы увидеть, что, так сказать, ну, там делается в Америке-то. Занял деньги. Ну, рассчитались потом с долгом. Да, конечно, рассчитался. Я никогда не пользовался банками, чтобы взять кредит. Вот, скажем, мне в Нью-Йорке, в музее, мне сказали, мы вам, с вас, так сказать, возьмем столько-то долларов, потому что вы кипячий ионер. В России мне никогда вот так никто не предлагал. Владимир Николаевич, ну, вы когда брали, вы, наверное, рассчитывали, как же вы будете потом... Да, не было войны тогда. С Украиной вы имеете в виду? Да. Воюют там, а все это здесь отдается. Правители, так сказать, разрядывают войны. Сейчас Владимир Дубровский живет в коммуналке пятиэтажной хрущевки. Бережно расходует запасы картофеля и лука, закупленные осенью. На здоровье не жалуется, а помощь никого не просит. Физик-философ работает над очередной большой книгой, которая, по его словам, будет не последним его трудом.